Лагерь, но не в каникулы, отдых, но совместно с обучением. Арт-резиденция «Точка» выиграла грант губернатора Югры на организацию необычного досуга школьников. И при поддержке Комитета образования и науки устроила пятидневный познавательно-развлекательный марафон. Музыка, КВН, дизайн, фото и видео. Старшеклассникам предложили освоить азы самых популярных и востребованных направлений, как в повседневной, так и в профессиональной жизни. Тема сегодняшнего урока – киношная картинка. Ну это так, это общее обозначение. Мы сегодня просто разберем композиционные приемы. Студент технологического колледжа Лев Затинацкий – специалист из категории «Сам себе педагог и сам себе режиссер». Неоднократный обладатель наград муниципального уровня за видеомастерство уверен, если снимать не умеешь, то и профессиональная камера не поможет. А при умелом подходе шедевр можно сделать и при использовании сотового телефона. На своей площадке он растит правильных блогеров. За пять дней, конечно же, мы не сможем обучить их сложным всем программам, поэтому мы выбрали более такой, наверное, простой, но действенный метод. Они будут снимать на телефон и также на самом телефоне собирать ролик. Мы выдадим им базу, и, возможно, с этой базой они дальше смогут что-нибудь делать. А может, он возьмет и дальше начнет этим интересоваться, начнет свои ролики делать, какие-нибудь интересные, какие-то идеи у всех есть. Может, кто-то сейчас захочет коротметражные фильмы снимать, я вообще не знаю. И мне заинтересовалось, как можно сделать красивое видео. Фотографировать я уже умею. Есть новые правила, которые мы не знали, к примеру, симметрия, правила третей. Мы их использовали в фотографии, но, оказывается, их можно использовать и для видео. Сегодня было очень интересно, сегодня была теория у нас, и нам обещают очень интересную практику, где мы будем сами снимать видео и придумывать сценарий для него. Большинству творческих профессий научить невозможно. Здесь без таланта, желания и вдохновения никуда. Поэтому, несмотря на то, что движение КВН существует уже 60 лет, до сих пор не организован ни один институт для подготовки такого рода кадров. Уникальный опыт передается по старинке, из уст в уста в рамках таких вот мобильных школ. КВН очень сложная игра, и даже сам Гусман говорил, что этому их никто не учил. Я думаю, ребята поймут, что такое КВН. Конечно же, у нас в школе КВН продумана практика, но перед этим их нужно подготовить теории, пытаться писать шутки, пытаться искать парадоксы в жизни, в тексте, вообще где угодно. Если смотреть на людей, которые уже чего-то добились, то можно построить свою дорожку к этому верху. И они это, в принципе, помогают. Уникальный проект «Точки» позволит эффективно решать проблему профориентации подростков. Организаторы рассчитывают привлечь внимание старшеклассников к деятельности арт-резиденции, продолжать обучение в которой можно и после закрытия лагеря. Ведь отдел креативных индустрий для того и был придуман, чтобы молодые люди не ломали голову, куда пойти в свободное время, а выбирали полезный досуг. Благодаря этому мероприятию ребята могут набраться нового опыта в любых направлениях, которые у нас есть. И это, собственно, практика. Ребята скорее получат готовый продукт от этих занятий. То есть, если ребята занимаются графическим дизайном, то у них будет готовый проект, портфолио на будущие какие-то свои работы на фрилансе и прочее. Наша задача, задача образования в целом, направить ребенка в то русло, которое ему будет интересно. Направить туда, чтобы ребенок самоопределился, что ему нравится, в каком направлении он хочет даже в дальнейшем получить профессию. На данный момент активное участие решили принять 100 детей. Готовый продукт получит не только каждый участник в качестве небольшой визитной карточки для дальнейшей самореализации, но и город. Ведь по условиям проекта ребята должны применять полученные знания на благо развития территории проживания. Телефон снимает Луну.